В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязанской области создадут реестр квалифицированных подрядчиков по проведению капремонта. На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья региона перечислены дополнительно 57 миллионов рублей. И в Рязани показательно эвакуировали 73-ю школу. В Рязанской области создадут реестр квалифицированных подрядчиков по проведению капремонта. Соответствующий закон принят депутатами на заседание Рязанской областной думы в среду 7 сентября. Правительство Российской Федерации установило, что на уровне субъектов должен быть сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций, которые смогут участвовать в проведении капитального ремонта. Одобренные депутатами областной думы корректировки наделяют региональное правительство полномочиями по определению орган исполнительной власти ответственного заведения этого реестра. Предположительно, что этим органом в Рязанской области будет являться Министерство строительства. То, что будет вестись этот теперь реестр, это говорит о том, что к тендерам будут допускаться только квалифицированные, зарекомендовавшие себя организации, в большинстве своем, конечно же, рязанские, которые имеют хорошую репутацию. Свою эффективность в регионе доказал общественный контроль за проведением капремонта. Сегодня работают группы в составе депутатов разных уровней, общественников и инициативных жителей. На мероприятие по переселению граждан из аварийного жилья региону перечислены дополнительные средства. На заседание областной думы депутаты приняли изменения в закон об областном бюджете на 2016 год. Корректировки предполагают увеличение доходной и расходной части бюджета на 57 миллионов рублей. Фонд содействия реформированию ЖКХ совсем недавно перечислил нам, доперечислил нам деньги по расселению из аварийного жилья. Достаточно хорошие деньги, 57 миллионов рублей. Значит, и миллион 300 добавила еще Рязанской области своего бюджета на 9 муниципальных образований, в том числе город Рязань, Касимов. Уже в ноябре в эту новостройку на улице Бирюзова смогут переехать более 150 рязанских семей. Двухподъездный 19-этажный жилой дом возводят в рамках программы по переселению граждан из аварийного фонда. Всего в ходе ее реализации в регионе с 2013 года построено 187 многоквартирных домов, а расселено более 4000 граждан. Мы сейчас успешно, город Рязан, вернее, Рязанская область успешно реализует вот эту программу. Мы сейчас на третьем этапе находимся. И в этом году будет еще переселено 960, вот думайте столько, 960 человек из 400, там сколько там, 416, что ли, аварийных домов в новое современное жилье. Также перераспределены средства по госпрограмме «Дорожное хозяйство и транспорт». А сэкономленные более 3,5 миллионов рублей направлены на увеличение финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов», которые пойдут на строительство транспортной инфраструктуры в поселках малоэтажного строительства. И к другим темам. В Рязани показательно эвакуировали 73-ю школу. Учения пожарных прошли в присутствии директоров школ города и начальников районных отделов образования. По легенде, возгорание произошло в библиотеке на втором этаже. На вызов незамедлительно прибыли несколько расчетов. Еще до их прибытия из здания вывели всех учеников, но внутри остались два пострадавших. Их роли выполняли манекены. Один при помощи пожарных прыгнул со второго этажа на куб жизни, другого на носилках спустили по веревке с третьего. Я бы сказал, что в целом в Рязанской области все педагоги и директора обучены пожарному минимуму и в целом знают, как действовать в этих условиях. А в двух рязанских детских садах открылись дополнительные группы для двухлеток. 1 сентября в дошкольные учреждения города пришли 24,5 тысячи детей. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Открытие новых групп решит проблему обеспечения местами детей двухлетнего возраста. Сегодня в детских садиках «Жемчужинка» и «Кораблик» большой праздник. Тут открылись новые группы для самых маленьких рязанцев. Мы искренне поздравляем вас с открытием новой группы «Юнга» в нашем детском саду номер 112 «Кораблик». Открытие дополнительных групп – это одна из приоритетных задач муниципальных властей. Ведь по статистике в дошкольные учебные заведения с каждым годом приходит все больше и больше детей. В этом году в детских садах города Рязани 1 сентября пришли 24,5 тысячи детей. Если мы берем прошлый год, то это на полторы тысячи больше. И если проблему с обеспечением детей 3-6 лет местами в детских садах в городе решили, то дети двухлетнего возраста не всегда могут туда попасть. В течение года оптимизация будет продолжена и открытие дополнительных групп будет продолжаться. Что касается средств, то для открытия этих дополнительных групп региональный бюджет выделил свои резервные фонды. По заданию главы администрации города Рязани изыскивались резервы, имеющиеся, искались помещения, которые можно было бы переделать и дополнительно открыть группы. По словам Ларисы Крахалевой, в сентябре откроются еще несколько дополнительных групп для детей от двух лет. Открываются в пяти садах шесть групп, которые принимают детей двухлетнего возраста, двух-трехлетнего возраста. И это еще 150 малышей смогут посещать детские сады. А в созданных дополнительных группах в детских садах номер 4 и номер 112 с этого дня занимаются 20 рязанских малышей. О детях сегодня говорят и на фестивале «День Аиста», который в третий раз стартовал в Рязани. Сами организаторы отмечают, что это фестиваль не для какой-то одной категории. Он и для многодетных семей, для приемных и для замещающих, для тех, где ребенка воспитывает один из родителей и для тех, кто их только планирует. На одном из фестивальных мероприятий побывала Анна Герцовская. Первый день фестиваля начался с показа фильмов и реальных историй. Среди главных героев были и рязанцы. Вот один из кадров документального кино. Режиссер картин говорит, что ему хочется передать те истории, которые так часто бывают далеки от понимания многих людей. В которых один человек может пройти через инвалидность, детский дом и тем не менее добиться больших результатов, минута славы, участия в паралимпийских играх. Есть момент того, что эти фильмы мотивируют этих детей стать кем-то дальше. Я надеюсь, что это возможно произойдет. Подобные картины показывают по всей стране в рамках проекта по поддержке детей из детских домов. Одна из основных задач этого проекта – просвещение общества, государства, СМИ о том, что у воспитанников детских домов есть трудности на выпуске, самостоятельность, оплата жилья, учеба, контакт с родителями, с обществом. Многие не справляются с этим, потому что сложности начинают угнетать. У вас в Рязанской области есть уже ряд организаций, которые реструктуризировались и стали заниматься не подарками в детских домах, а конкретным наставничным сопровождением детей. Это только в Рязанской области. Сейчас в России открываются и наставнические центры, и появляется наставническое сопровождение, потому что ребенок очень сложно самостоятельно справиться с трудностями, ему нужен хороший поводырь. По всей России уже не первый год показывают такие картины. Конечно, большое внимание уделяют именно детям, оказавшимся в детском доме или в сложной ситуации. Но и для любого человека фильмы становятся сильным мотиватором. В этот день рязанские школьники посмотрели несколько картин. После каждой из них они могли обсудить друг с другом и с руководителями проекта все интересующие их вопросы. Для любого ребенка важно понимание того, как могут жить другие люди, почувствовать ценность своей жизни и понять, как можно помочь тем, кто в этом нуждается. Не дарите игрушки, а дарите себя, свое внимание, поддержку и заботу друг другу. Вот девиз этого проекта. Именно время, потраченное на другого человека, порой помогает даже спасти ему жизнь. Рязань принимает еще один фестиваль всероссийского уровня «Вместе ярче». Он призван рассказать об энергосберегающих технологиях, инновационных разработках, способствующих экономии энергии. Уважаемые друзья, со 2 по 10 сентября 2016 года в России состоится всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Идея его проведения появилась благодаря молодежной инициативе в рамках Международного форума «Энергоэффективность и энергосбережение 2015» осенью прошлого года. Подчеркивает высокую роль формирования культуры, бережливого отношения к природе и ее ресурсам. Цель фестиваля – это популяризация культуры, бережливого отношения к природе, энергетики, ресурсам и демонстрация современных энергоэффективных технологий. Пив себе лампочку светодиодную, рублей сэкономишь на шубу, на модную. И вот 7 сентября на базе Рязанского радиотехнического университета состоялся Рязанский этап фестиваля, в котором приняли участие студенты и преподаватели вуза, а также министр топливно-энергетического комплекса области Андрей Горелов. В Рязанской области проблемами энергосбережения занимаемся уже давно. Создан центр энергосбережения областной, центр энергосбережения городской. Также в Рязанской области существуют предприятия, которые занимаются производством оборудования энергосберегающего. В свою очередь, РГРТУ занимается энергоэффективностью как с научной точки зрения, так и показывает пример практического внедрения экономных технологий. Лекции, лабораторные работы, практические занятия. В свете последних тенденций, увеличение объемов потребления ресурсов и сокращение объемов невосполняемых ресурсов, научное сообщество делает многое для того, чтобы научить людей экономии. Театральный сезон стартовал еще не во всех театрах города, но работа все равно кипит. Например, Рязанский театр драмы открыл творческую лабораторию, на которой молодые режиссеры представили эскизы спектакля для детей и молодежи. Подробнее Ирина Ковалева. Творческие лаборатории и мастерские уже давно стали привычными для многих театров. Но вот Рязанский театр драмы столкнулся с подобным форматом работы впервые. Стоит отметить, что в первую очередь организация творческой лаборатории была интересна самому театру, а возможной она стала благодаря выигранному гранту «Союза театральных деятелей России». Ну, во-первых, это определенная для театра встряска, будем честно говорить. Во-первых, режиссеры без опыта постановочного, то есть они сразу после вузов. Они ставят, конечно, в вузах, понятно, но что бы в большом театре, это у них как бы первый такой опыт. А второй интересный момент, вы представляете, то есть за шесть дней люди ставят часовой отрывок из пьесы. То есть это активная работа театра, цехов, актеров, которые за шесть дней должны мобилизоваться и суметь вместе с режиссером воплотить творческий замысел. В работе данной творческой лаборатории должны были принять участие три режиссера. Но так уж сложились обстоятельства, что довести задуманное до финала, а именно до показа, смогли только двое – Никита Бетехтин и Дамир Бахтиев. Целевая аудитория спектакля была определена изначально. Режиссеры должны были работать над постановками для детей, подростков и молодежи. Так и родились эскизы спектаклей «Собака на сене» по пьесе Лопа де Вега и Эмиль из Лёнинберге по книге Астрид Лингрен. Я не знаю, выбрал бы ли я эту сказку сам, но мне ее назначил театр. Я вспомнил, что я ее когда-то в детстве читал в списке на лето. Я ее прочел уже другими глазами, конечно. И мы постарались превратить эту книжку, эту повесть, но она не сказочная повесть у Лингрен, а просто повесть для детей Эмиль из Лёнинберге в какой-то театральный мир, пытаясь там совместить и эстетику хутора, и эстетику эпохи диска. И самое главное – сохранить живые характеры, настоящие, настоящие люди, настоящая семья. Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться молодому режиссеру, постановка получилась яркой, живой и невероятно смешной. По окончании спектакля в его обсуждении приняли участие главные зрители – дети, которые с удовольствием делились впечатлениями. Мне сказка понравилась, потому что это было очень интересно, очень веселое и красивое. Я хочу еще раз это посмотреть и послушать сказку в книжке. После обсуждения ребята выстроились в очередь, чтобы пожать руку режиссера так понравившегося им спектакля. Сами понимаете, для Дамира это стало лучшей оценкой. Ну а будет ли этот спектакль дорабатываться, и войдет ли он в репертуар театра драмы, решать жюри и, конечно же, руководство театра. На этом у меня все. Мы прощаемся с вами до завтра. И желаем вам хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok